Это Белгородский 10 И здесь запрос от местных жителей по расширению этой парковки Идея в том, что есть уже существующая площадка А мы ее просто расширяем Расширяем ее до уровня проекции дома Таким образом, что сюда войдет еще 5 машиномест И на эти 5 автомобилей, естественно, разгрузится двор С существующей зоны стоянки мы убираем вот этот ряд плиток Он здесь просто не нужен, он лишний Во-первых, мы их используем на продолжении площадки А во-вторых, просто отодвинем автомобили хоть на метр, но дальше от окон жилого дома Уже подвезли плиты Сейчас их укладывают И вот иллюстрация для всех, кто думает, что это очень простая затея Приехал человек, накидал плит и уехал И почему бы раньше этого не делали? На словах все всегда легко у тех, кто сам ничего этого никогда не делал Проект закончен Сегодня мы с Сашей Панченко вышли принять работы Посмотреть на результаты Он инициатор этого всего, двигатель этого проекта И, собственно, и собирал он подписи всех жильцов И рекламировал этот проект И довел его до конца Пару слов Да, вот значит, смотрите, классно у нас увеличилась парковка на целых 3,5 места Вроде бы кажется ерунда Говори на 4 На 4 места И мы очень-очень рады И рады тому, что, блин, наконец-то что-то двигается И нас слышит Это самое важное, наверное, в процессе Потому что письма писать мы умеем Они пишутся достаточно легко и просто Но самое важное, это конечный результат Который, ну, пока мы еще не достигали Хочу отметить именно Сашу Панченко Который инициатор этого всего Ты молодец в том плане, что упрямо продавливаешь свои инициативы Да, это заняло много времени Да, там сложности постоянно Но такое упрямство приносит плоды Ты пример для остальных активистов Вот так это выглядит по финалу Все места заняты Вот заезжает машина в последнее свободное Местные жители говорят, что сделают из благоустройства Посадят красивые кусты И, в общем-то, это обретет нормальный вид Да, это далеко не пример супер качественной новой парковочки Провалы остались, треснутые плитки остались Но, тем не менее, 4 машины добавилось И ровно на эти 4 машины разгрузился двор При этом мы на метр, на ширину одной плитки Отодвинули всю зону парковки от окон жилого дома То есть эта норма даже улучшилась Мы уже анонсировали работы по этой парковке в фейсбуке И тогда люди разделились на два принципиальных лагеря Одни считают, что Славутич должен непременно быть пешеходным городом Как можно меньше парковочных мест Как можно больше газонов и пешеходных дорожек Другие считают, что жизнь летит вперед Автомобилей стало в разы больше, чем при планировании города И потому надо как-то этот вопрос урегулировать Я не приверженец такой радикально Ни первого, ни второго лагеря Считаю, что каждое отдельное место надо рассматривать индивидуально Надо находить компромиссы, которые устроят и пешеходов, и автомобилистов И в данном случае, мне кажется, компромисс удачный Мы расширили парковку за домом, не внутри двора Не там, где гуляют дети, не там, где мамы ходят с колясками За домом При этом увеличили на четыре парковочных места Но отодвинули парковку от жилых окон По-моему, это, пожалуй, наиболее удачный компромисс В другом подобном месте, возможно, парковку нельзя будет расширить по каким-то причинам Но в этом случае все получилось Деу еще раз огромное спасибо за быструю реакцию и качественную работу Проект закончен, все, пока Мы сейчас в 10-м Белгородском Это подъезд Саши Панченко Я вам сейчас покажу очень крутую инициативу, которую он ввел в своем подъезде И мне кажется, ее надо внедрять абсолютно во всех подъездах Смотрите На стене, прямо в подъезде, висит обращение в исполком на имя мэра По поводу как раз вот этой парковки И предварительная схема То есть каждый человек, заходящий в подъезд Уже знает, может ознакомиться, если он до сих пор не ознакомился с этой инициативой Может подписаться за нее Либо обратиться к инициаторам и высказать свое недовольство В общем, какое-то такое идет общественное обсуждение Все вовлекаются в это дело А не так, что один человек бегает по квартирам И доносит эти новости каждому лично По-моему, это очень круто Дамирчик, что здесь делают дяди? Копают яму Для кого? Надо говорить, для главного архитектора Если не справиться со своими обязанностями Улыбашка